Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я расскажу вам, как самостоятельно приготовить универсальный грунт для рассады. Наступила осень, сейчас самая пора заготовить все необходимые составляющие для приготовления такого грунта. Конечно, грунт можно купить и в магазине, но они не всегда хорошего качества и зачастую стоят дорого, особенно когда объем выращиваемой рассады очень большой. Я расскажу о трех способах изготовления почвосмеси. Первый способ понадобится, значит, ведро листовой земли, ведро зерновой земли и ведро песка. Итак, где же взять зерновую землю? Естественно, накопать на поле. Просто подкопать зерен, из зерна обсыпать вот эту землю в ведро, либо взять землю из кротовых кучек. Она также подходит. Не следует брать землю с огорода. В ней могут быть патогены, которые передадутся нашей рассаде. Песок можно где-то накопать, можно купить. Может, у вас остался от строительных работ песок. Главное, чтобы он был мелкой фракции. Вот. Если крупный песок, то его следует просеять. Листовая земля. Листовую землю можно насобирать в лесу. Подходит земля из-под березы, липы, клена. Вот. Не стоит брать землю из-под дуба, так как в дубе много веществ, которые могут угнетать растения. Не стоит брать также такую землю под хвойными породами деревьев. Она будет закислять почву и смолистые вещества также будут угнетать наше растение. В данные почвосмеси необходимо вносить удобрения. Конечно, можно использовать химические минеральные удобрения, но я использую золу. На три части, то есть три ведра всех необходимых компонентов, я вношу три стакана золы. Все тщательно смешиваю и засыпаю в мешок. Второй способ немножко отличается. Нам понадобится ведро торфа. Это может быть верховой торф раскисленный, либо низинный торф, который имеет слабокислую среду, так как грунты для рассады должны быть нейтральными. Кислотность должна быть в пределах 6,5-7, целых PH. В таких грунтах растения хорошо развиваются, наращивают хорошую корневую систему и стоит придерживаться такой классификации. 10 литров торфа и 5 литров песка. Эту же смесь, как и прошлую, мы все компоненты перемешиваем, добавляем опять же три стакана золы и засыпаем в мешок. Третий способ. Нам потребуется 10 литров зерновой земли, 10 литров песка и 10 литров компоста. Компост, конечно, нужно обеззаразить, потому что в компосте может попасться много патогенов. Для этого можно использовать триходерму, добавить сухие гранулы, либо пролить раствором триходермы компост и потом все смешать, все компоненты. Это поможет обеззаразить нашу почвосмесь. После того, как мы приготовили все наши смеси, все это засыпали в мешки. Возникает вопрос, где же все это хранить? Хранить такие мешки можно в каком-либо помещении. Это может быть сарай, это может быть гараж, это может быть беседка. Я храню свои почвосмеси в теплице. Объясняю почему. Для обеззараживания почвы используют метод промораживания. Насыпают в ведра, в мешки грунт и выносят на мороз. Несколько дней на морозе, потом заносят в помещение в тепло, несколько дней в помещении и опять на мороз. И так повторяют несколько раз. Пока все вредные микроорганизмы, какие-то патогены, личинки насекомых не погибнут. У меня нет такой возможности часто приезжать зимой в деревню, потому что холодно, снег. И я отправляю такие мешки в теплицу. Зачастую, когда мороз, в теплице почва промерзает. Когда на улице оттепель, в теплице тепло и почва отпускает. Таким образом происходит процесс промораживания. Однако перед посевом рассады почву следует еще обеззаразить. Для этого почву проливают кипятком, на противень прокаливают, чтобы надежно убить всех патогенов. Надеюсь, благодаря моим советам, вы также сможете приготовить свои почву смеси и вырастить хорошую, крепкую и здоровую рассаду. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Хороших урожаев и до новых встреч!